Добрый день! Меня зовут Кольбин Дмитрий и мы с вами находимся в полевом городе в Краснодаре. Сегодня 23 апреля и несколько дней назад я провел повторную инокуляцию озимой пшеницы возбудителем желтой ржавчины. За моей спиной как раз находится эта контрольная делянка, которую я заражал. Первую инокуляцию на данном участке я провел 9 апреля. В этот день сложились оптимальные условия для заражения патогеном желтой ржавчины. Шел легкий моросящий дождик, температура воздуха составляла 12 градусов, что является оптимальной для патогена. Вторую инокуляцию я провел 19 апреля. В этот день погода была пасмурной, температура порядка 10 градусов. Накануне ночью выпало 5 миллиметров осадков и листья были влажными. Однако для лучшего прилипания инфекционного материала к листьям озимой пшеницы я использовал тальк. И листья через 8 часов были еще влажными. То есть оптимальные условия для заражения были соблюдены. Латентный или инкубационный период у желтой ржавчины составляет 10-12 дней. То есть по прошествии этого периода мы можем наблюдать первые симптомы заражения пшеницы, которые проявляются в форме пустул на листье.